Денис, скажите, пожалуйста, на прошлой неделе вы, как президент студенческого представительства ЕГУ, потребовали отставки руководства. Почему вы это сделали? Ну, это было не совсем, скажем, на прошлой неделе. В связи с последними медийными сообщениями касательно текущего ректора Гарри Давида Полика и в целом всей ситуации вокруг ЕГУ, студенты ЕГУ спросили у меня, было много запросов, как от представителя студентов в управляющем совете, то есть помимо того, что я являюсь президентом студенческого представителя, я являюсь членом управляющего совета. Они спросили у меня и потребовали как бы информации о том, что мною от их имени было делано касательно последних, скажем, фактов. И я был вынужден, как бы, сказать, часть, то, что вы видели, это стенограмма записи управляющего совета, моего предложения управляющего совета в январе. То есть после такой информации, которую мы получили, которую мы увидели, я, как бы, ясно, как вы можете увидеть в этом сообщении, сказал, что после таких действий мы не можем оставаться с текущим руководством, потому что это навредит как университету, это навредит перед нашими донорами и перед общественностью. Что это за информация, на которую не могли не отреагировать студенты и вы, как их представители? Ну, это информация в целом о большом системном, скажем так, системной неэффективности руководства, связанная как с финансовыми, скажем так, проблемами, так и с проблемами в целом системными в университете. Ну, когда вы говорите об неэффективности, это, может быть, звучит немножко абстрактно, то есть, как бы, вы могли бы привести такой, ну, какой-то пример, яркий пример вот такого рода неэффективности? Как вы видели, по-моему, недели две-три назад было опубликовано на сайте Nordic Council of Ministers сообщение о том, что организация Совета Северных Стран прекращает финансирование университета. А при чем здесь управление, руководство университета? Это напрямую связано с политикой руководства университета, то есть, конечно, там говорилось о беженцах, но это, скажем так, не одна проблема. Если мы можем, конечно, очень далеко отойти, на года три, чтобы проследить через все действия, чем было вызвано это решение со стороны руководства. Но было отмечено многими представителями, что управляющий Совет Европейского гуманитарного университета, руководство, отходят от, далеко отходят от доноров. Это связано и как с выборами ректорами, с увеличением бюджета, с увеличениями административных расходов и прочего-прочего. Скажите, с Вашей точки зрения, в чем главный упрек администрации, руководству? Что именно неэффективно? Ой, их, конечно же, я бы сказал, несколько. Но, во-первых, это нерациональное использование средств, которые дают доноры. Средств на увеличение, опять же, административного бюджета, средств, которые были потрачены на ректора, который, в общем-то, не окупился ни в каком из соображений. А почему Вы утверждаете, что это нерационально? У Вас есть какие-то факты, которые позволяют говорить об этом? Ну, нерационально, понимаете, если Вы увеличиваете бюджет, скажем, на менеджмент университета, он должен работать эффектно, эффективно. Если мы говорим о том, что от нас уходят доноры, то, наверное, это вряд ли можно назвать эффективным менеджментом. Это какая-то из вариантов. Второй, например, мы можем посмотреть, как изменилась поддержка студентов в соотношении с расширением административного бюджета. За последние пять лет это просто диаметрально противоположные цифры. Конечно же, понимаете, можно платить очень большие деньги и реектору, и проектору, кому угодно, если это все работает эффективно. Оно не работает. Хорошо, Вы сказали о том, что студенты перестали поддерживать администрацию университета. Как бы, в чем это выражается? Ну, в таких ситуациях всегда говорю, что, конечно, лучше спрашивать конкретно у студентов, но у меня были конкретные... Вы же их представляете? Ну, конечно, я не могу представить абсолютно все. Студенты, после того, как они увидели всю эту информацию, все вот эти последние заявления, они, наверное, в каком-то смысле поняли, что университет больше не может существовать с таким руководством. Ой, и они очень радикальны, они... Если Вы зайдете, например, в паблики, ВКонтакте, в Фейсбуке, то там такие, как бы, императивы, что полик вон, меняем руководство, мы не можем больше этого терпеть и так далее, и так далее. Вот скажите, а вот то обращение, которое Вы опубликовали, в котором Вы потребовали отставки руководства университета, сколько, в какой степени студенты поддержали это обращение? Там было не руководство, там было одно конкретное имя, Дэна Дэвидсона, связанное с конкретными фактами. И студенты, изначально, часть из них до... Это было, если Вы заметите, было до заседания Сената в четверг, на котором этот вопрос тоже поднимался, и который был поддержан преподавателями университета, его Сенатом, так скажем. Студенты, часть из них, из того сообщения, что я получил, они были немножко в недоумении из-за резкости этого заявления, хотя, мне кажется, оно было довольно аргументированным и важным. Но, мне кажется, после вот этого заседания Сената, они еще больше поддержали его, и сейчас вот находятся на таком вот подъеме, скажем, желания того, чтобы руководство в университете изменилось. Ну, вот все же, возвращаясь к этому моменту заявления, которое Вы сделали, на тот момент самого заявления была поддержка, скажем, большинства студентов? Как Вы, вот, Вы сделали достаточно сильное заявление, требующее достаточно серьезных изменений в университете. Соответственно, возникает вопрос, была ли за Вами поддержка какого-то значительного количества тех, кого такое изменение затрагивает? Ну, у нас в университете учится порядка 1200 студентов, ну, примерно, да, сейчас, конечно, там, 1200, по-моему, 50. Мне очень сложно сказать за 1200 студентов, я не уверен, что все из них увидели это, да, хотя это было, как бы, довольно-таки публично, да. Я могу здесь руководствоваться поддержкой совета студенческого представительства, которое поддержало абсолютно эту идею, и они как раз-таки ее инициировали. То есть это те люди, которых избрали студенты на конференции, которые их тоже представляют, и там была поддержка большинства. В данном случае это была опора не на всю массу студентов, а на совет? Преимущественно, да, совет как раз-таки и потребовал этого, попросил вот этого вот заявления. Про всех студентов сказать, ну, правда, сложно, для этого нужно собирать конференцию, и вот только тогда я могу легитимно сказать, что вот это было большинство, да. Но после этого была встреча со студентами, после сената, те, которые пришли на него, большинство тех студентов, которые были на встречу, они тоже поддержали эту идею. То есть если мы говорим про меньшинство-большинство, да, то есть те люди из большинства, которые пришли на встречу, они это поддержали. К сожалению, я не могу сказать абсолютно за всех, это было бы, наверное, неправильно. — Расскажите об этом заседании сената, которое проходило в четверг, скажем так, какой, может быть, ключевой главный итог, который был достигнут в ходе этого заседания? — Одно, наверное, из самых долгих заседаний сената за всю его историю, потому что один вопрос, что дали порядка шести часов. — Шесть часов? — Шесть часов, ну, плюс-минус, чуть-чуть меньше, там, может, пять с половиной, один и тот же вопрос. — Главный его итог, что сенат также поддержал, ну, такую интенцию, которая была высказана мной, как президент смотрящего представительства, хотя они это делали, конечно же, независимо. Просто мы сошлись вот в этом смысле во мнении в том, что руководство должно измениться. И сенат как раз-таки выступил с таким же заявлением, которое будет скоро опубликовано, так или иначе, на сайте. Мне кажется, это главный итог. Главный итог, что мы смогли вот так вот артикулировать довольно резко, в определенном смысле, смену руководства и надеяться на такое вот возрождение в каком-то смысле ИГУ. То есть здесь два таких важных момента. Первое — это, что, конечно, вот такие довольно резкие изменения, но мы отметили вот важный итог, что только через эти изменения мы можем надеяться на возрождение, на возрождение в том числе нашего имиджа, имени, ну и в целом, не знаю, какого-то доверия со стороны как доноров, так и гражданского сообщества. Недавно было озвучено администрацией, руководством университета, в принципе, были озвучены планы по изменению системы управления университетом, изменению определенных персоналей. Вы в этом смысле присоединяетесь? Вы как бы поддерживаете эту позицию или Ваша позиция в чем-то другом? Если в чем-то, вот в чем именно? Ну, если я, конечно, правильно помню все публичные заявления, единственным конкретным таким изменением, конкретным тезисом было о том, что ректор университета по окончании учебного года уйдет в отставку и будет обликнуть новый конкурс на выборы ректора. Это единственное конкретное предложение, которое я видел официально со стороны университета. Ну, в этом смысле вы поддерживаете его? Да, абсолютно, конечно. Единственное, что это должно было, мне кажется, произойти немножко раньше или вообще не должно было происходить. По-моему, не секрет, что я был абсолютно против назначения Гарри Давида Полика ректором университета. Как мы сейчас видим, его ректорство — это в определенном смысле такой менеджерский провал в том числе. Почему мы еще раз взываем к управляющему совету? Это были те люди, которые его назначили. Соответственно, они должны нести определенную ответственность за свои решения. Я абсолютно не согласен с высказанными заявлениями госпожи Энн Лонсдейл, которая сейчас исполняет обязанности председателя управляющего совета, которая отметила целый ряд достижений Давида Полика на должности ректора. Поэтому я разделяю, но я бы сказал, что это должно было произойти раньше. Ну, если немножко абстрагироваться от вопроса о фигуре ректора, о котором мы сейчас говорили, я говорю еще раз о том, что были заявлены планы руководства управляющего совета об изменении системы управления. Вы, как представитель студентов, как член сообщества университетского, вы считаете, этого достаточно от тех объявленных планов? Или нужно что-то менять еще? Что именно? Поскольку у меня нет кредита доверия к тем людям, которые это объявляют, я не вижу, как это изменение может произойти без изменения, собственно, этих персоналей. То есть я разделяю, конечно, саму идею изменения университета, но это должны быть новые люди. Новые люди должны как-то это все изменять. То есть сама идея изменения, конечно же, да, но не этими людьми. То есть вы говорите о том, что необходимы изменения не только на уровне фигуры ректора, но и шире на уровне управления управляющего совета, управляющего структурой университета. Да, поэтому, кажется, мы с этого и начинали, что в моем заявлении, в стенограмме того заявления как раз-таки требуется отставка вице-председателя управляющего совета Дэна Дэвидс. Сенат потребовал отставки как вице-председателя, так и исполняющего обязанности председателя управляющего совета Энн Лонсдейл. То есть я говорю сейчас не о фигуре ректора, я говорю о более высших структурах, в управляющем совете. А нет ли в этом такого рода требования, которые в каком-то смысле понятны, как всегда, знаете, изменить все, изменить всех там наверху, и все будет лучше? То есть на чем базируется вот эта уверенность, что сменив руководство, университет по-прежнему сможет работать эффективно, имея уже такую длительную проблему функционирования работы? То есть вот с чего исходит эта уверенность, надежда, что мы изменим и станет лучше? Уверенности в такой особенно ситуации сложные, когда не начинаешь с нуля, начинаешь уже с какой-то ситуации непростой, всегда тяжело, конечно, найти, но из моего опыта, нахождение в управляющем совете университета, вот во всей этой структуре за последние несколько лет, я вижу, что проблема как раз-таки заключается именно вот в персонале. То есть несколько людей так или иначе пытаются блокировать успешную деятельность университета, которая могла бы быть успешной. Мне кажется, что здесь как раз-таки вопрос именно персонали. Я не могу убеждать, что вот, например, я там сделал лучше. Каждый из нас абсолютно делает много ошибок. Но мне кажется, что именно вот в этих персоналиях, и я базируюсь здесь только на конкретных фактах, на конкретных сделанных ими действиях неправильных. Университет оказался в такой ситуации непростой. Ну, что планируете делать дальше? Должен быть обновлен управляющий совет. А вы что планируете делать? Вы имеете вообще лично в целом? Или как... Мы выскажем поддержку, я надеюсь, по крайней мере, как студенческое представительство и студенты, по крайней мере, сейчас такие настроения витают, к заявлению Сената. В конце июня будет заседание управляющего совета, на котором, мне кажется, определится в целом вся будущая дальнейшая университета. То есть мы выскажем эту поддержку, в какой форме мы еще не решили. Это, опять же, будет зависеть от студентов, какую форму поддержки они выберут, будут ли это какие-то заявления, будут ли это какие-то, я не знаю, подписи, какие-то манифестации. Но так или иначе, это будет базироваться на тех же тезисах, которые высказаны были ранее мною, как президентом, и Сенатом. А после июня? После июня мы будем отдыхать на каникулах. Будет, конечно, процесс выборов ректора, тоже очень важный момент, но помимо ректора, конечно же, вопрос главный именно в высших структурах. Если, конечно же, пройдет какое-то изменение, то, мне кажется, это будет, если оно произойдет в той форме, про которую мы сейчас говорим, в довольно-таки радикальной форме, то тогда мы будем говорить, мне кажется, о совершенно новом реструктуризации, трансформации университета, структуры. Это определенного рода перезагрузка.